Здравствуйте друзья! Сегодня будет куриный тест. Тестировать буду вот этот нож. Нож производства Алексея Познякова, ручная работа и сталь на клинке РВЛ 34, порошковая нержавейка. Интересный такой вот ножик. Ну, в принципе, классическая форма. Железное дерево. Ножик за счет этого такой увесистый достаточно. Но не в этом суть. А суть в том, что эта сталь для Алексея Познякова достаточно редкая, поскольку в основном он делает свои клинки из D2 стали, стали с содержанием корбидовольфрама и быстрорезов различных, типа R6, M5, R18, но импортных. Вот, поэтому своего рода интересный нож. Их было у него всего несколько штук. И вот один из них я себе приобрел, ну и решил бы как погонять его на курице. Вот. Есть небольшие засветы на РК. Видимо, обо что-то я чуть-чуть его приложил, но, в принципе, на газете этого не видно. То есть, режет нож отменно. Нож не перетачивался, заточка от Алексея Познякова. Ну что ж, поехали. Курочка не то чтобы маленькая, не то что большая. Вес полтора килограмма. Ну что я могу сказать, по первым впечатлениям, рез у ножа агрессивный. Всякую дрянь будем отсюда удалять, курицы. Типа вот этих вот вещей. Здесь прям, не стесняясь, пройдёмся, чтобы прям пополам разделить. Так, сейчас возьму мисочку. Так, ну что, продолжаю. Сразу нетронутым местом на ноже вот эти вот вещи отрубим. Едем дальше. Крылышки. Ну что я могу сказать, агрессивно режет. Рез агрессивный. Как мне и сказал Лёша Позняков, собственно, так оно и есть. Шея. Кожуру снимаем. Так, ну поехали. Филе. Не, сказка просто режет ураганно. В принципе, до этого мне уже доводилось тестировать ножи Алексея Познякова и из стали содержанием карбиды вольфрама и D2. Все они режут на ура. Но, небольшое отличие, ну как небольшое, оно в принципе большое и, наверное, может быть для кого-то оно и основное этой стали то, что она всё-таки не ржавейка, а это большое подспорье, особенно если брать нож на рыбалку. Конечно, если ухаживать за ножом, то в принципе сталь особо значения не играет. Протёр, убрал, всё нормально. Ну, для безалаберных людей порой это играет значение. Врезался аж хрящик. Перерезал я не заметил. Да, надо поаккуратнее. Не ожидал, честно, от этой стали. Не ожидал. Но это приятная неожиданность, когда в лучшую сторону всё. шкелет. Косточку отсюда вырубаем. Я так сейчас немножко по-варварски, обычно я прям срезаю совсем прям всё мясо. Ну, в принципе, вот она филеха. Ну и вот суповой набор тут остался. Сейчас протру нож, ну и посмотрим, что он там. Ну, что я могу сказать? Глазом я ничего не вижу. То есть резал я вот эти места специально, чтобы вот эти засветики, которые были тут изначально, не слились либо с тем резом, который сделал я. То есть, ну вот здесь вот ничего. Ну и бумажка. Что нам скажет газета? В принципе, ничего она нам не скажет. Всё как было, так и осталось. Кстати говоря, забыл сказать, закалка от Алана. Вот этот вот. RVL 34. Так что всё путём. В общем, нож идеально, я считаю, справился. Да, кто-то скажет, куриный тест это фигня, но поверьте, друзья, на этом тесте столько ножей показали себя нехорошо, что в принципе, как начальный тест, это очень даже тест. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи. Лёша, тебе респект и уважуха. Нож отличный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok